Сбор организаторов в пионерии Сбор организаторов в пионерии Подробности автор Пресс-служба Забайкальского крайкома КПРФ Просмотров 42 Забайкальский краевой комитет КПРФ провел первый семинар совещания организаторов детского движения в школах Читинского района Представители школ съехались в Читу, чтобы обсудить наболевшие проблемы, поделиться опытом работы, наметить планы Инициатором семинара совещания было Читинское местное отделение КПРФ Именно здесь сегодня наибольшее число пионеров и самый высокий потенциал для развития этой организации в районе Напомним, что в прошлом году впервые в современной истории России на главной площади краевого центра в день пионерии 19 мая Более 200 ребят из пригородного района были приняты в юные ленинцы Открыл семинар первый секретарь Забайкальского крайкома КПРФ Юрий Гайдук Он напомнил собравшимся слова из монолога белогвардейца Лохновского из романа эпопеи Анатолия Иванова «Вечный зов» Кстати, в обществе широко бытует легенда, что эти слова — не речь литературного героя, а пресловутая директива Лена Далеса Чтобы еще раз подчеркнуть необходимость воспитания детей в духе патриотизма Окончится война, все как-то утрясется, устроится И мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей Будем вырвать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением Будем браться за людей с детских, юношеских лет Главную ставку всегда будем делать на молодежь Станем разлагать, развращать, расливать ее Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов Вот так мы это сделаем И, к сожалению, эти слова сбываются Если не обращать внимания на молодежь, продолжил Юрий Николаевич То мы можем получить сегодняшнюю Украину Мы видим, как убивается патриотизм Сегодняшние дети не знают героев своей родины Не знают пионеров-героев Мало знают о Великой Отечественной войне Потому как на эту тему отводятся считанные часы школьной программы Далее последовало маленькое театрализованное действие В зал с горными барабанами Приветствуя участников семинара Вошли пионеры школы села Севикова-Четинского района Кто сказал, что пионеров нету больше в наши дни? Кто сказал, что красный галстук дома спрятался в пыли? Это тот, кто испугался мальчишек и бальчиша Или снова Мишка Квакин тихо везет не спеша Мы тему раскадела снова вспомним, возродим Нам Гайдаровской дорогой нужно вместе все пройти Эй! Гайдаровское знамя знамя нашего пути Снова взвейся ты над нами, нам дорогу освети Эти слова стали главным мотивом семинара Тему юных ленинцев продолжила выступившая на семинаре Председатель Совета ветеранов Четинского района Нелли Гаврилова Главное, говорить детям, что пионер – лучший, лучший во всем Она предложила организаторам детского движения В преддверии 70-летия Победы Поздравить ветеранов и детей войны открытками Которые могли бы сделать сами дети И в завершение она подчеркнула, что Четинское местное отделение партии в организации работы с молодежью сегодня на передовой И пожелала такими же оставаться и впредь Затем выступил секретарь Краевого комитета КПРФ по работе с молодежью Максим Шишкин Он отметил, что, по большому счету, в работе с детьми ничего лучше пионерии в нашей стране нет И, учитывая, что значимость пионерии в крае возрастает Мы мечтаем сделать пионерскую организацию Четинского района самой крупной в стране Более подробно Максим Витальевич установился на проблемах современной семьи и положении ребенка в ней Особое внимание он обратил на неблагополучные семьи Рассказал о криминальных взаимоотношениях в школах Он также рассказал, чем отличается пионерская организация от республики юных забайкальцев И от набирающего в крае обороты казачества Странно, когда казачатами становятся дети, предки которых вообще не были казаками Заметил Максим Шишкин Семинар продолжился выступлениями его участников, которые поделились своим опытом работы с детьми Наметили планы, обговорили возможности проведения общих мероприятий По завершении все присутствовавшие горячо благодарили организаторов такого сбора Четинское местное отделение КПРФ, особенно Нину Днепровскую Субтитры создавал DimaTorzok